Всем привет! С вами канал Территория Мужчин и в сегодняшнем видео мы будем ремонтировать вот такой модем Название модема ZTE ZXV10H108L Очень распространенный модем в сети Укртелеком Как вы видите, модем имеет встроенный свитч на 4 порта И имеет вот такой вид Теперь о симптомах болезни этих модемов Сам по себе модем вроде как бы работает Индикаторы все светятся Wi-Fi работает, но LAN-порт не работает Несмотря на то, что здесь мигают индикаторы Соответственно, в настройки модема зайти нельзя Перенастроить модем нельзя И по локалке, соответственно, модем не работает Сейчас я расскажу, как очень просто и за смешные деньги Можно этот модем отремонтировать Итак, для ремонта нашего с вами модема нам нужно первонаперво его разобрать Как это делать, я показывать не буду Я думаю, два винтика может открутить каждый Так, открутили два винтика Крышку снимаем Осторожно, крышку надо снимать, потому что можно поломать защелки И теперь нам остается вот открутить этот винтик Винтик открутили и свободно наша плата вытаскивается Вот плата модема имеет такой вид С одной стороны И с другой стороны Теперь показываю, что нам нужно менять А нужно нам поменять вот этих два конденсатора Конденсатор номер 1 И конденсатор номер 2 Сейчас мы их поменяем И будем смотреть на результат Данные конденсаторы имеют параметры 25 вольт и 47 микрофарад Один и второй абсолютно одинаковые Я их буду менять на вот такие конденсаторы 47 микрофарад и 35 вольт Немного с запасом взял Можно также использовать вольтаж не 25, не 35, а более вольт Это ничего страшного Также можно использовать емкость немного больше Не 47, а например 100 микрофарад Ничего страшного от этого не случится Как я буду менять эти конденсаторы Я думаю, никому не интересно А лишь после замены конденсатора посмотрим на результат Так, ну вот и все Конденсаторы заменены Как видите, они ничем не отличаются от других конденсаторов И теперь можно подключить к этой плате питание и шнур И попробовать, как будет работать модем после замены Дабы много раз не открывать крышку, можно просто без крышки подключить непосредственно к плате питание И сетевой шнур Как вы видите, индикаторы загорелись И теперь смотрим на компьютере Пойдет ли пинг Вот, пинг пошел Пинг проводим на 192.168.1.1 До замены конденсаторов он не шел А после замены конденсаторов пинг пошел И, соответственно, теперь можно зайти в сами настройки модема Через адресную строку браузера И настроить его как нужно Кому видео понравилось, ставьте лайки Подписываемся на канал С вами был канал Территория Мужчин Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok